Привет, Милашка! Вы на канале CuteNChannel. Сегодня я без косметики. Опять же, не просто так. Мы сегодня с вами будем делать кое-что интересное. Я хочу проверить, можно ли бюджетным, минимальным набором косметики и привести свое лицо в порядок. И сегодня в этом мне поможет набор косметики из магазина Ева. Я собрала все свои покупочки. Они были довольно бюджетные. Для того, чтобы сделать уход за лицом. Давайте начинать. Для начала я хочу вам представить кандидатов на улучшение состояния моего лица после простуды. И мне кажется, что этот набор должен мне помочь. Первый это, конечно же, гель для умывания. Гель для умывания я взяла вот такой стандартный. Потому что кожа у меня сальная, кожа уже грязная. Ее нужно хорошо очистить. И для этого я еще сюда же выбрала две умывальных щетки, мочалки. Это мочалка коньяку, которая хорошенечко мне очистит лицо. И вот такая вот хлопковая или целевозная. Если честно, я уже забыла, с чего она сделана. Вот такая умывалочка. Она идет как скраб. То есть не нужно покупать отдельное скрабирующее средство, что экономит деньги. Просто нужно намылить ее и пройти по лицу. Очень аккуратно. Очень классно отшелушивает кожу. Поэтому сегодня они мне будут помогать в этом. Далее. Мицеллярная водичка с маслом. Это будет у нас вместо тоника. Плюс дополнительный шаг к очищению. Увлажнялочка от фирмы Микса. Это новый кремик, который я сейчас как раз тестирую. И мне кажется, он нормально подойдет для того, чтобы увлажнить зону как под глазами, так и всей кожи. Для губочек мы будем использовать увлажнялочку от Ниви. Я тоже постоянно им пользуюсь. Мне кажется, они должны хорошо работать, эти увлажнялки. И изюминга сегодняшнего видео у меня будет три средства. Первое средство это одноразовая маска от фирмы Эволайн со стразами. Я не знаю, что она вообще может сделать. Но мне очень интересно, получится ли у нее реанимировать мою кожу. Это раз. Второе. Вот такие серебристые патчи от фирмы MyFace с коллагеном. Это тоже мне сейчас необходимо, как видите. Черные круги у меня прогрессируют. И один продукт, который я еще ни разу вообще в жизни не использовала. Это маска для губок такая гидрогелевая. Она тоже должна увлажнять и добавлять коллагена нашим губкам. Вот такой мне сегодня будет уход. И давайте же запомним мое лицо дух, чтобы сравнить, как оно изменится после этого ухода. Начинаем с умывания, намачивая конжиковый спон, жду пока он распухнет и умываю с умывалочкой, как всегда. Смыла все остатки грязи с лица. Дальше просто намочила вот такой спонж. Он стал мокреньким и теперь нужно аккуратненько вдоль массажных линий пройти. Я прохожу без всякого средства, потому что он довольно агрессивный этот спонж. Он работает как скраб, как даже как пилинг. Поэтому нужно быть очень осторожными. Кожу, круглос мы не затрагиваем, но носик. И там, где поры очень расширенные, нужно обязательно пройти. Заодно мы сделаем небольшой массаж кожи. Кожу, конечно, сейчас очень стянуло, поэтому надо продолжать дальше. И для уже конкретного очищения и немножко увлажнения я использую вот такую розовую мицеллярную коду с маслом. Она двухфазная от фирмы Нее. И ватной диске, кстати, у меня тоже из Евы. Называется Лето. Просто нужно протереть мицеллярочкой лицо, чтобы кожа немножечко успокоилась. Я не вижу смысла использовать тоники. Вообще не вижу в них толка пользы, разницы после того, как я их использую. Поэтому мне проще использовать мицеллярную воду. Заодно можно будет убрать все оставшиеся частички грязи, которые не убрал скраб и гель. Я хочу попробовать эту масочку. Что она должна нам сделать? Она оказывает детокс-эффект и восстанавливает баланс кожи. Очищает поры и сокращает их видимость. Предотвращает неестественный блеск. Все, что мне сейчас нужно, попробуем. У меня есть вот такая вот лопатка для нанесения маски. Ее наносят на 10 минут и дальше можно осмыть водой или ватным диском. То есть она даже не маска-пленка, я так понимаю. В общем, пробуем. Только нанесла, маска уже начала сжечь. Очень интересно. Подозрительно одновременно. Но да ладно, красота требует жертв. Надеюсь, хуже мне от этого не будет. Вот эти вот блески очень царапают лицо, если попадает в ребро на кожу. Поэтому мне кажется, то, что они здесь есть, не очень прикольно и приятно. Так, с маской я справилась. И для пущего эффекта давайте сразу бахнем патчи. Еще время терять, да? Сразу 10 минут пройдет. Что они делают? Значит, они увлажняют, успокаивают кожу вокруг глаз. Предотвращают появление морщин. Уменьшают темные круги под глазами. И снимают утомляемость. Тоже нанести нужно на 15-20 минут. Тут написано, что это маска. Что это даже не патчи, а маска для глаз. Ну, все мы знаем, что это патчи. Наносим. Эй, куда делается второй патчи? Той стороной достала. И все вылилось мне на шаг. Ничем не пахнет. Блестят. Вся вода вылилась. Ну, я надеюсь, это не повлияет на эффект. Ох, они прикольные. Ну, в общем, очень интересно и классно держится. Мне, кстати, были похожие патчи под глаза от фирмы Ланбена. И у них классная структура. Они не похожи на обычные гибельевые патчи. И за счет этого это прикольно. Я думаю, можно пахнуть сюда и маску для губ. Как вы думаете? Что я сейчас-то все делать? Наверное, пахну маску для губ. И тогда окончательно уже сделаем обзор на результат. Главное, что подсюда на меня тоже ничего не вылилось. Я по всему. Тут тоже есть какая-то жидкость. И я тоже на 20-40 минут нужно наносить. Ну, вот как это можно использовать, когда она вот так вот достается? Она порвалась. Девочки, она порвалась. Она прилипла и порвалась. Что делать? А может, так и нужно на верхнюю часть губы? Она, наверное, раздельная. У меня они мели губы. Я их не чувствую. Какого, извините, делать эта маска? Она жутко жжет губы. Я их сейчас вообще не чувствую. Надо скорее это смыть. Просто отвратительное средство. Не знаю, как этот кусок резин может увлажнить губы. Просто отвратительно. Пришла завязать хвостик, потому что волосы просто все в этой маске. Патчи мои уже скукожились, поэтому их снимаю. И под глазами тоже очень сильно жжет. Не самые лучшие патчи. Маску я, пожалуй, тоже уже снил, потому что уже прошло 10 минут. И кожа моя тоже как-то не очень комфортна. Снимать буду мицеллярной водой. Не хочу еще раз обычную воду использовать. Надеюсь, хотя бы маска снимется. Благо маска снимается хорошо, но вот только как снимать эти блестки, мне пока не понятно. Я не выдержала и пошла смыла это все водой с губкой конжаковой. И посмотрите, что вышло. Здравствуй, елка, Новый год. Все блестки, вот эти, все, вот это вот осталось у меня на лице и прекрасно себя чувствует. И что тебе так ходить? Сейчас попробую, конечно, это все убрать мицеллярной водой с маслом, но что-то, мне кажется, придется использовать скотч. Потому что блестки так просто, оно не вытирается никогда. Бюджетный не значит хороший, девочки. Не ведитесь. Это жесть, ребята и девчата, просто какая-то жесть. Мне пришлось смывать умывалкой, мицелляркой и просто водой эти блестки. Половина блесток у меня застряла в волосах, в бровях. Что за вред? Я такую маску не хочу использовать. Это был первый, последний раз, когда я ей пользовалась вообще. У меня был какой-то стресс от ее использования. Давайте, наконец, закончим уход, потому что я уже не знаю, что моя кожа поможет. Намажусь увлажняющим кремиком. Может, он спасет всю ситуацию. Будем надеяться, кожа не слезет на утро. А я сразу сказала, что блестки искусственные в маске, это не лучшая затея. И закончу свой уход арбузным увлажнителем для губ. Бальзамом подлиннее. В надежде на то, что мои губы тоже не отпалятся после этой маски. Нам уже побольше. Так, уход окончен. Я подожду 10 минут, чтобы кожа отошла от множественных улыбаний. И сделаем вердикт, вывод. Я как-то потеряла дар речи после всех этих манипуляций. Я не ожидала такого ужасного результата. Но одно хочу сказать точно. Несмотря на то, что это очень хороший увлажняющий крем, то есть я им уже пользовалась до этого, кожа все равно очень стянута, потому что 300 раз умывалась после маски. Ну что, 10 минут прошло. Давайте оценивать результат нашего улучшения. А может быть улучшения. Первое, что меня не устраивало, это область под глазами. Патчи были бюджетные. В общем, не очень. Но в их защиту хочу сказать, что кожа стала светлее. Намного. То есть под глазами, по-моему, состояние кожи стало немножко лучше. Но это совсем-совсем немножко. Не скажу, что прям сильно там все ушло. Но стало немножко лучше в плане цвета. В общем, кожа стала светлее после маски. Но из-за того, что я ее смывала всем, чем могла, она у меня сейчас стянута жутко. Даже не смотря на то, что я два раза помазалась увлажняющим кремом. Про губы могу сказать то, что ситуация спас бальзам не вея. Потому что маска не сделала ровным счетом ничего. Только пожгла мои губы. Ну, увлажнялочка, конечно, напитала их. И губы стали хорошо выглядеть. В общем, еще заметила, что кожа немножко подтянулась. Все-таки маска что-то додает. Но поры как и были большими, так и остались. Я как-то, честно говоря, разочарована и как-то испугана результатом, если честно. Я не ожидала, что эти средства так сработают. Ну, я просто... То есть, дар речи у меня отнялся, потому что я немножко в шоке. Ну, если смотреть в окошко камеры, то никакой особой разницы я не увидела. Пишите свои комментарии, что вы с этого использовали. Стоит ли пользоваться такой косметикой. Ваши отношения вообще к бюджетной косметике. С вами увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok